На домашний матч против футболистов из Лысевой сборная Соликамска выходит без своих главных бомбардиров. Кто-то травмирован, кто-то в командировке по работе, кто-то с командой своего предприятия участвует во всероссийских отраслевых соревнованиях. В первом тайме соликамцы решили играть от обороны. В центре защиты сегодня Константин Горчаров и Илья Стемиров. На флангах обороны Владислав Леонов и Илья Баринских. В центре полузащиты Егор Лыткин, Владимир Верещагин и Илья Баранов. На флангах полузащиты Максим Адлер и Илья Выводцев. И на стрель-атаке Сергей Нечаев. Самым молодым игрокам нашей сборной 21-22-24 года. У соперника в стартовом составе 3 18-летних и 1 19-летний игрок. В первом дивизионе регионального чемпионата команда «Лысь» выиграет первый сезон. Пропуск в него получила в прошлом году, когда стала лучшей во втором дивизионе. Давай, 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 давай. Весь первый тайм обе команды осторожничали и прощупывали оборону друг друга. Результативных прорывов к штрафной зоне было немного. По долгу ворот соперника ни солякам ценилы свинцы не задерживались. Основная борьба за мяч велась посередине поля. Первый тайм закончился со счетом 0-0. Во втором тайме после отдыха хозяева поля начали навязывать свой футбол. Возросла и активность болельщиков на трибунах, а болельщики, как принято считать в спорте, это дополнительный игрок. Наша команда это единое целое. Город Соликамск. И мы должны быть едины. ФК Соликамск всегда лучшие, несмотря на выигрыше или проигрыше. Ситуации бывают разные. Эту мысль подтверждает и происходившее на поле. Несмотря на то, что во втором тайме сборная Соликамска атаковала чаще и больше времени проводила на стороне поля соперника, лысвинцам удалось провести несколько атак, одна из которых закончилась успешно. На 80-й минуте отличился Геннадий Рассошин, нападающий и капитан команды гостей. И это, кстати, был единственный гол матча. Соликамцам не удалось поразить ворота Игоря Смирнова. 1-0 в пользу Лысевы. Команды отправляются на разбор полетов, а мы узнаем первые впечатления у центрального полузащитника ФК Соликамск. В целом игра удалась нам. Не удалось просто в завершающие моменты атаки. Ну, просто не хватило голов. Созидали, создавали моменты, атаковали. По проценту владения, я уверен, процентов 70 на 30 было в нашу пользу. Но не хватало как раз наших звездочек, нападающих Антипина и Пономарева. Ближайшая игра у наших земляков 18 июня на выезде в Кизеле с местным шахтером, а 24 июня на домашнем поле с командой с Шорзакамск. О времени мы сообщим отдельно, приходите поболеть. Антон Старостин, Павел Двинянинов, телекомпания Соль ТВ.